Короче, выйдет это явно не раньше апреля. Я вам прям зуб даю. Может даже позже. Даня Поперечный выпустил пилотную серию своего собственного сериала еще в сентябре прошлого года. И вот уже анонсирован выход полноценного сезона. Если честно, я не ожидал, ведь думал, что все остановится на пилоте, так как мне не зашла ни идея, ни сюжет, ни диалоги. Но кто я такой? Есть люди-специалисты, которых вполне все устроило. Вот они понаоставляли свои следы в комментариях. Что такое пилот в сериалах? Это то, что даст зрителю понять, хорош будет продукт или нет. И стоит ли его автору пыхтеть над продолжением. В данном случае не стоит. Но раз уж выйдет это явно не раньше апреля, я вам прям зуб даю. Посмотрим, что будет. Возможно, ребята исправились, а возможно, потопили лодку еще глубже. Я не противник творчества Поперечного. Мне нравятся его разговорные видео, под них можно попивать чаек с конфетками. Мне не нравятся его стендапы из-за в прямом смысле говняных шуток. Но мне нравится его рвение к успеху в стендап-сфере. Вот с сериалом Даня однозначно поспешил. Нужно было как минимум раз 20, а то и 30 обдумать идею, прописать сценарий. Как это обычно и бывает в случаях с достойными одобрения сериалами. Ну ладно, много слов, давайте перейдем к делу. И да, кстати, здесь не будет такой критики типа Поперечный говорил, что сериал не злоб говно, а сам снял наподобие такого же. Здесь все будет конструктивно. Возможно, не все. Давайте будем смотреть и делать выводы. Поехали. Мы записали спешл, вы охуительны. Давайте сделаем фотку. Ёб твою мать. Как всегда, лучший. Спасибо большое. Чувствуешься нормально? Я на самом деле не понял еще пока. Все, без проблем прошло? Конечно, какие проблемы? Ты лучше мне скажи. Дальше что? К малому совершению. Начало многообещающее. Вкратце, Даня Поперечный собрал 5000 человек на своем последнем стендапе. И теперь нужно делать дела дальше. Но дела что-то как-то не прут. Одна из испорченных деталей этой пилотной серии – это нераскрытые персонажи. Возьмем друга главного героя, персонажа которого играет сатир. Кстати, пару слов о сатире во всей этой заварушке. Чувак, ты же профессиональный актер. Ты так круто отыгрывал Биг Рашен Босса, Эл Джея, Безрукова, Тимоти. Почему ты не можешь отыграть нормально обычного парня? То бишь самого себя. Какие-то переигрывания, неестественность. Ну не мне тебя учить, чувак, но постарайся в следующих сериях исправиться. Пожалуйста, ты крутой, ты можешь. Вот в этой сцене, например, видно все актерское умение сатира. Так вот, возьмем друга главного героя, персонажа которого играет сатир. Слушай, ну помимо того, что я мечтаю, чтобы этот долбоеб перестал выебываться, не знаю, наверное, я мечтаю о том, чтобы купить загородный дом, чтобы переехать туда с женой, чтобы мы там, не знаю, верандочку какую-то сделали, сидели на ней, типа чилили, пили коктейли. По-моему, звучит клево. Что он? Кто он? Каковы привычки? Каков характер? За всю серию мы так и не узнаем о нем абсолютно ничего. Ну, кроме того, что он женат, любит бухнуть средь бела дня и, по всей видимости, подрабатывает на концертах Поперечного. Из-за таких вот приколов мне приходилось в школе кефиром умываться. Че? Это какая-то метафора? Ну, меня дразнили. Как? Бумер, неразблокированный персонаж, 50 сент. Возьмем барменшу. Она хорошая знакомая, ребят, она барменша. В школе ее называли неразблокированным персонажем. И все. Это все, что мы смогли о ней узнать. Есть еще такие персонажи, как Девушки Поперечного и Сатира, но о них чуть позже. Никого не хочу обидеть, но вас не смущает, что время 3 часа дня? 3 часа дня? А мы еще не наебашенные? Ебуй! Как сам? Ну, на самом деле, ебаненько. Очень слабая подводка к тому, когда Даня начинает рассказывать о своей проблеме, то бишь, о своем творческом кризисе. Вот именно в этой подводке мы могли хотя бы немного раскрыть персонажа Сатира. Смотрим, как это могло было быть. Представим, что это Поперечный, а это Сатира. 3 часа дня, а мы еще не набухавшиеся. Ха-ха! Ебой! Хорошо. Знаешь, братан, я посоветоваться все с тобой хочу. Настроение что-то у меня в последнее время паршивое какое-то. Все из-за... Допустим, из-за начальства на основной работе. А что? Раскрываю персонаж как могу. Настроение что-то у меня в последнее время паршивое какое-то. Все из-за начальства на работе. Что делать? Может уволиться? Таким образом мы делаем отсылку к какой-нибудь будущей серии, где персонаж Сатира будет решать дела по работе. И Поперечный ему в этом поможет. Ну а далее идет слово за Даней. Да ладно, че я все о себе? Ты-то че как сам? Ну, на самом деле ебаненько. Я че-то уже долгое время ничего не могу написать. Блять, вдруг я исписался? Потом Даня узнает о репортаже ПТВ, в котором он оказывается плохим мальчиком и отвратительным человеком. Поперечному уже запрещали въезд на Украину, а теперь есть все основания полагать, что горе-шутник может закрепиться в статусе экстремиста и в России. Потом идет сцена, в которой Дане становится плохо, и он решает ехать мстить телевизионщикам. Я реально погнал, а сейчас поеду, бля, я ему ебаненько разобью. Тихо, 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 ебаненько. Чувак, он меня, блядь, выставил на главном телеканале, стал каким-то экстремистом ебучим. Ладно, я за бар закину тогда, походи. Бар, блядь, все за мой счет, не гони. Женя, привет. Тоня, тоже привет. Погодите, это что? Мы только что узнали имена девушек Поперечного и Сатира? Это что, вот так вот работает? Девушку Поперечного показали нам еще в начале серии. Это так круто. Даже не представляю, откуда в тебе столько продуктивности. И почему бы там, в той сцене, не дать ей имя? И сделать это, например, через нервяк Дани. Дани же может срываться на телевизионщиков. Можно показать, что он срывается и на других людей, в том числе и на близких. Посмотрим на сцену с девушкой Дани, как она есть, и сделаем эту сцену, как она могла быть, дабы раскрыть внутренние качества главного героя. Даня, ты сейчас занят? Тоня, ну можно там как-нибудь... Прости, я... Нет, все нормально. Я просто заработался. У меня работа здесь. И как бы... А в конце сезона можно сделать так, будто типа, Даню все доводят до белого коленя, его фляжка окончательно протекает, его запирают в психушку. Ну, чтобы у зрителя был интерес, что же будет во втором сезоне? А второго сезона не будет. Как это обычно и бывает, спящий охранник в офисе телекомпании. Виктор Воробушкин? Да, по какому вопросу? Мне вот интересно, можно ли новости ввести с одним глазом? Да. Что? Охрана! Хороший! Вот поверь, я бы тебя даже пальцем не тронул, если бы ты мою бабушку не приплел к этому сюжету сраному. Слушай, мужик, ты что, сдурел? Это же не я пишу, мне что пишут, то я и говорю. В смысле, не ты? А чей текст тогда? Это Артём написал, наш сценарист. Вон он. Господи, страна 24. Какой же у вас херовый охранник? Увольте его. Мало того, что он спит на рабочем месте, так еще он такой медленный. Когда заорали... Охрана! Он что, встал, умылся, почистил зубы и только потом пришел и скрутил поперечного? Да. Очень плохой охранник. Далее поперечного сажают за решетку. Об этом делают репортаж по ТВ. Как вы можете видеть по этим кадрам с камеры наблюдения, поперечный напал на него с оружием, предположительно огнестрельным. Будут ли судить Данилу за экстремизм, пока не ясно. Однако за проникновение и причинение особо тяжких точно. Татьяна Дягилева, экстренные новости, специально для страны 24. Экстренные новости. Будто в стране проблемных вопросов мало. О чем снять сюжет? А давайте снимем о том, как какой-то блогер сначала со сцены противозаконную херню нес, а потом сделаем сюжет, как этот же блогер напал на ведущего нашего телеканала. И это будут экстренные новости. Ладно, это все мелочи, я понимаю. Девушка Дани узнает о произошедшем. Ну, думаю, не особо понятно, когда он освободится, да? Сатир узнает о произошедшем. Охуеть. И в почти самом конце этой серии идет вот такая сцена. Я так понимаю, в Таиланд мы не поедем. Поедем? На Блаблакарина. О, это же жена сатира, которую зовут... Как, кстати, ее зовут? Жень, привет. А, ну да. Персонаж, который будет по-любому второстепенным в следующих сериях, удостоился в пилоте целых... Восьми слов. Персонаж, который вообще ни грамма не дает знать о себе. Сделали бы из нее, благодаря тем восьми словам, которые она произнесла, эгоистичную суку, которой плевать, что там происходит у друга ее мужа, ей просто хочется в Таиланд. Смотрите, как это могло было быть. Охренеть. Я так понимаю, в Таиланд мы не поедем. Женя, ты видишь вообще, что происходит? Какой нахрен Таиланд? Ты только о себе и думаешь. Поедем мы в твой Таиланд. На Блаблакаре. Хоть немного, но мы бы узнали, каков этот персонаж. Жена сатира. Жена персонажа, которого играет сатир. Ну и заканчивается серия так же, как и начиналась. Многообещающая. Ну и что же ты наделал? Какой же ты все-таки тупой, непробиваемый дебил. Но огромен ли у меня интерес к тому, что будет дальше? Не особо. Самое приятное, что этот формат, ну как бы, точнее, что этот сериал ни на что не претендует. Мы просто веселимся и пытаемся сделать что-то клевое. Получится здорово, не получится, но будет эксперимент и классная школа. В любом случае вам решать. Чему учит нас данная пилотная серия сериала Поперечного? Тому, что телевидение лжет, телевидение вырывает фразы из контекста, телевидение делает скандалы из нихера. Чему учит еще? Процентов на 70 уверен, что следующие серии сезона не станут лучше, чем эта. Сериал не пишется так быстро, даже если это интернет-сериал. Диалоги должны прописываться и переписываться, иначе получится вот это. А что? Да я хочу в кофейню новую сгонять, обзор написать не хочешь со мной? Слушай, на самом деле я, наверное, пас, потому что мне очень много текста сегодня надо расписать. Серьезно? Да, просто прям прут идеи каким-то таким очень стойким напором сегодня. Даня пишет сериал о себе, но его подписчики и так многое о нем уже знают. Я не удивлюсь, если в будущем сериала будет затрагиваться политика, и появится такой персонаж, который будет похож на Милонова. Серия идет почти 16 минут, а могли бы сделать минут на 20, 25, чтобы, я уже в миллиардный раз повторяюсь, дать нам понять, что из себя представляют персонажи этого сериала. Из плюсов этой серии можно выделить операторскую работу, монтаж, локации, декорации, в которых были съемки. Остальное не зашло. Честно. Я верю в то, что Даня попробует исправить неполадки. Мы учли ошибки, которые выявил пилот, и визуальные, и там, типа, стилистические, сценарные, вот, и пытаемся их исправить в дальнейшем. Повторю, что на 70% уверен, остальные серии сезона не станут лучше, чем это. Сериал не пишется так быстро. Если ты хочешь качества, то ты должен тысячу раз пересмотреть, тысячу раз переобдумать, тысячу раз изменить что-то, внести правки или добить чем-то свежим. И только тогда к тебе придет успех. Ну а на сегодня все. Если вы хотите чего-то большего, то все ссылки в описании. А я с вами не прощаюсь. Увидимся еще. Сегодня утром тает снег, и я обычный человек. Проснулся, чтобы что-то изменить. Проснулся, чтобы что-то изменить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok